В следующем видео я хочу поговорить про интерсекциональный феминизм, про другие течения феминизма, про привилегии и почему вот такая реакция на ненависть к мужчинам вообще не ок. Маленький дисклеймер. Если вы противник феминизма или если вы не согласны с этим видео, не оставляйте мне комментарий. Я не хочу с вами разговаривать. Я знаю, что вы не согласны, я знаю, что вас очень много. Можете не доносить до меня эту очень важную информацию. Итак, человек посмотрел видео про ненависть к мужчинам и провел вот такую аналогию с ненавистью к лесбиянкам и темнокожим. Почему такая аналогия не верна? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что такое привилегированное доминантное большинство и угнетенное меньшинство. И еще нужно знать, что существуют разные системы угнетения. Кроме сексизма, где атрибутом доминантной группы является мускулинность и угнетенных групп феминность, существуют еще такие системы угнетения, как гомофобия, расизм, эйблизм, трансфобия и другие. У каждой из этих систем угнетения есть своя доминантная группа. В гомофобии это гетеросексуалы, в расизме это белые, в трансфобии это цис-люди. Вы, наверное, заметили, что когда я говорю про группы, то я постоянно использую слово привилегированный, помимо доминантный. Если вы до сих пор не понимаете, что такое привилегированный, то есть очень популярный пример про класс и парты. Представьте класс, у доски стоит корзина и ученикам предлагается попасть в нее комком бумаги. Очевидно, шансов попасть в эту корзину у учеников на первых партах намного больше, чем у учеников, которые сидят на задних партах. При этом возникает по поводу несправедливости всей этой ситуации только люди на задних партах, а не люди на передних. Вот слово привилегии это вот это короткое расстояние до корзины. И они есть у всех, просто у кого-то они больше, у кого-то меньше. А слова доминантное и угнетенное, они про то, как вот это расстояние до корзины сформировало такую социальную структуру, в которой люди на первых партах самые крутые и успешные, и с самыми классными оценками, потому что за каждый, например, успешный бросок пятерка ставится. Вот, и вот эти люди на первых партах это доминантная группа, остальные угнетенные. Но привилегии есть у всех. И когда мы их не осознаем, когда мы не осознаем свои собственные привилегии, то мы не видим проблемы, с которыми сталкиваются люди, у которых наших привилегий нет. Примерно так, как мужчины под моими видео кричат, что «Че вы себе выдумываете проблемы? Никакого неравенства нет? Где вы увидели сексизм? Да ничего этого не существует!» Их привилегии настолько ослепляют их, что они не позволяют им посмотреть назад и увидеть, кто еще за ними на партах сидит. И вот, например, этот класс — это сексизм. И в этом классе на первых партах сидят цис-мужчины. В другом классе, по названию «Гомофобия», на первых партах сидят гетеросексуальные люди. В классе «Расизм» на первых партах сидят белые. В классе «Трансфобия» на первых партах сидят цисгендерные люди. Но в реальности мы все не сидим отдельно по классам. В реальности все люди вместе собраны в актовом зале. Типа. И наши системы угнетения все пересекаются. Ты можешь одновременно быть женщиной, но белой. Лесбиянкой, но цисгендерной. Там, безногой, но худой. И именно вот эта идея, то, что системы угнетения не существуют в вакууме, а пересекаются, и каждый человек испытывает уникальный набор вот этих систем угнетения, лежит в основе интерсекционального феминизма. Само слово «интерсекциональность» означает «пересечение». Поскольку эти системы угнетения не существуют в вакууме, то невозможно говорить о сексизме, который человек испытывает, не беря в расчеты другие системы угнетения, которые человек испытывает. Потому что тогда мы стираем опыт всех этих людей. К примеру, наверное, многие слышали о том, что Патрисия Аркетт сказала на Оскарах. Оскарах? Оскаре? Вот. Она сказала... То есть, видимо, women of color не существует, и женщин-лесбиянок тоже не существует. Видимо, для таких людей, как Патрисия, феминизм только для белых гетеросексуальных женщин, а все остальные могут, не знаю, go suck a dick. И вот интерсекциональный феминизм сформировался как раз как противостояние такому белому либеральному феминизму, который исключал все эти группы. Сам термин «интерсекциональности» был предложен основательницей критической теории расы Кимброли Крэншоу в 1989 году. Так, что она пишет? Поскольку интерсекциональный опыт – это не просто сумма расизма и сексизма, любая попытка анализа, которая не учитывает интерсекциональность, не может адекватно осмыслить то специфическое угнетение, которому подвергается women of color. Так вот, вернемся к твитам. Теперь мы знаем, что есть сексизм, есть расизм, есть гомофобия, все они пересекаются. В сексизме ненависть к мужчинам – это ненависть к угнетателям, к доминантной группе. А ненависть мужчин к женщинам – это мезогения, основа этого угнетения. Ненависть темнокожих к белым – это ненависть к угнетателям, к доминантной группе. А ненависть белых к темнокожим – это расизм. Допустим, если мы говорим про лесбиянок. Ненависть лесбиянок к гетеросексуальным людям – это ненависть к доминантной группе. А ненависть гетеросексуальных людей к лесбиянкам – это гомофобия. И оба твиты, про которых мы раньше говорили, они про гомофобию и расизм. Они про ненависть к угнетателям. Поэтому эта аналогия абсолютно неверна. Правильная аналогия была бы, как вот я привела пример. Это ненависть лесбиянок к гетеросексуальным людям, или ненависть черных к белым, ненависть женщин к мужчинам. Я знаю, что я в прошлом видео вам пообещала рассказать еще про другие течения, но мне показалось, что это будет слишком много, и что лучше все-таки про течение феминизма рассказать отдельно. Вот, так что в этом видео я вам рассказала про привилегии, про интерсекциональный феминизм для тех, кто не очень понимал, что это такое. Теперь вперед, гуглите больше. Я в описании видео сделаю ссылки на интерсекциональные паблики, где вы можете почитать классные, очень классные посты по разным темам, и повариться в этом побольше. Вот, и вообще на этом видео я заканчиваю цикл таких супер базовых видео, которые направлены, конечно, на феминисток и на профеминистов, но это все-таки такие прям базовые штуки, как типа задать дефиниции в начале эссе. Вот, я не перестаю снимать видео про феминизм. Я обязательно продолжу развивать эту тему, но я уже хочу поднимать какие-то более частные вопросы. Например, я очень хочу скорее поговорить про трансфобию, потому что, как я заметила, это довольно больная тема в русском сообществе. Спасибо большое, что посмотрели видео. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой паблик. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok